Близнецы, дорогие, я приветствую вас на своем YouTube-канале, и сейчас мы с вами сделаем прогноз на неделю. Узнаем у карт, что ждет вас с 21 по 27 августа. Близнецы, смотрите, у вас два старших аркана из трех карт и придворная карта одна. Очень интересный расклад на самом деле. Основная карта этой недели говорит о том, что благоприятно начинать любые новые дела, благоприятно начинать неделю со своего обновления. Вы можете в плане новых дел, вы можете заняться тем, чем давно вы хотели, сделать хотя бы первый шажок, ну или хотя бы написать план или цель о том, что вы хотите добиться, что вы хотите сделать. В плане обновления себя очень благоприятно менять свою внешность, свой стиль, сделать новую прическу, покрасть волосы, как-то переодеться, ну именно прям поменять стиль. Но также это говорит и о внутренних изменениях, то есть очень классно, круто вводить новые привычки как раз с понедельника, самое время. Ну на самом деле не ограничивайте себя днями недели, это я так к слову сказала. Вот, то есть вводите какие-то новые привычки, становиться новым человеком, да. Либо вообще в принципе не обязательно как-то внешне подтверждать, что ваша жизнь стала новой. Может быть вы просто внутренне ощущаете себя по-другому, и это тоже окей. Также карта совета говорит о том, что очень благоприятный период для начала новых отношений, то есть вы можете встретить партнера. Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, карта для вас обыграется одинаково. То есть для мужчины эта карта означает, что вы можете стать любовником, ну любовником не в плане там любовных треугольников, а в том плане, ну в отношениях, стать тем мужчиной для какой-то женщины. А для женщины эта карта говорит о том, что вы можете вот этого мужчину встретить, то есть обыгрывается одинаково для обоих полов. Суть в том, что это прекрасный период для начала каких-то новых романтических отношений, которые будут именно эмоциональными. Это будут отношения не по расчету, а именно для души такие. То есть большая вероятность встретить такого человека. Поэтому если вы находитесь в поиске, смело там регистрируйтесь на сайтах знакомств, назначайте свидание, и обязательно вы встретите того, с кем вам будет приятно проводить время. А если вы уже находитесь в состоявшихся отношениях, у вас все хорошо, и вы не планируете менять партнера, то очень благоприятно для вас привнести что-то новое в свои отношения. То есть сходите в любимый ресторан, пройдитесь по тем местам, в которых все у вас начиналось, сделайте какие-то приятные сюрпризы, ритуалы друг другу. То есть вернитесь как в начало отношений, да, то есть очень благоприятно. И карта первая говорит о том, что благоприятно начинать что-то вот опять заново, как будто бы, да, то есть это в отношениях тоже очень-очень благоприятно. И если вы выполните эти рекомендации, эта неделя для вас пройдет очень хорошо, и вы сможете очень сильно продвинуться прогрессивно, да, в том, во что вы будете вкладываться. Если все-таки вы выберете путь внутренних личностных изменений, то буквально за неделю вы уже заметите, что вы стали другим человеком. Если вы выберете путь, ну, в карьере, в работе, в каком-то, в такой самореализации, что-то новое, да, то вы также за первую неделю увидите большой прогресс и перемены, и вы, ну, поймете, что не зря старались, и плоды будут достаточно быстрыми. Вот, если вы выберете линию отношений, то также за неделю вы, ну, увидите, как действительно это было все не зря, сколько вы положительных эмоций получили, и, ну, неделя во всех смыслах благоприятная, поэтому за что бы вы ни брались, все получится, все будет классно, и просто не тормозите, идите вперед, берите от жизни все. И пока выпали прекрасные карты, пока прекрасный период, не надо ждать никакого подходящего момента, вот он, он и есть. Поэтому желаю вам удачи, и пусть все сложится наилучшим для вас образом. Субтитры создавал DimaTorzok